Для Челябинского театра кукол нынешний год юбилейный. Театру исполнилось 80 лет. О том, что ждет зрителей, о ближайших планах, мы сегодня поговорим с главным режиссером кукольного театра Александром Бороком. Доброе утро, Александр Владимирович. Здравствуйте. Вы активно принимаете участие в различных фестивалях и конкурсах. Вот в этом сезоне планируете в каких-то принимать участие и с какими спектаклями, если да? Ну, конечно, обязательно. Мы планируем поехать, во-первых, в город Санкт-Петербург на фестиваль кукарт, который должен состояться в июне месяца этого года, следующего года, этого сезона, но следующего года. И, скорее всего, это будет спектакль для взрослых, экспедицией, которую совсем недавно мы выпустили, который уже съездил в Санкт-Петербург на один фестиваль, теперь должен поехать на другой фестивалет. А ездим мы в Санкт-Петербург с этим спектаклем, потому что режиссер этого спектакля из Санкт-Петербурга и художник этого спектакля из Санкт-Петербурга. В общем, вся постановочная группа из Санкт-Петербурга – это Анна Иванова-Брашинская, это Виктор Антонов и наши актеры, которые с успехом участвуют в этих фестивалях. А уже какие-то места, какие-то интересные, как-то отметили критики этот спектакль? Дело в том, что на нашем внутреннем фестивале сцена, областном фестивале, наш спектакль получил два приза. Это за «Потрясающий свет» Анатолий Михайлович, «Пристай» получил, и за актерский ансамбль получили наши актеры. А те фестивали, на которые мы ездили с этим спектаклем, они пока не призовые. То есть вот тот же «Бетэкапфест», который был в ноябре, и тот же «Кукард», они не призовые. Они просто для того, чтобы мы показали себя и чтобы посмотрели на других. А вот я знаю, что в фойе театра открылась выставка кукол. Это какие-то особенные куклы? Что там такого интересного? Ну, дело в том, что мы эту выставку открыли как раз вот в преддверии 80-летия. И это был уникальный случай, когда Мария Васильевна Лукина, наследница Павла Абрамовича Горяновых, принесла тех самых кукол, которые были в основании этого театра нашего. То есть те куклы, которым еще много-много-много лет, которые работали тогда. И они, оказывается, еще живы, они, оказывается, есть. И мы из этих кукол, ну, не могли не сделать выставку в стенах нашего театра. И эта выставка вот определенное время, ну, почти целый год была в наших стенах. Сейчас, к сожалению, ее уже нет. Но была и у нашего любого зрителя была возможность эту выставку увидеть. А куклы уникальны, правда, потому что они вот, ну, вот то самое время с этого мы начинались. А сейчас уже нету, да, этой выставки? Сейчас она, к сожалению, уже закончилась, да, потому что она переехала в другое место. Но она была у нас. Сейчас у нас новая выставка уже кукол, которые более ближе к нам, которыми мы сами уже работали. И из них мы сделали такую некую новогоднюю выставку. А может быть, есть какая-то особенная история у какой-то куклы? Может быть, интересное что-нибудь расскажете? Ну, дело в том, что у нас у многих кукол есть интересная история. Вот у нас есть уникальная кукла, лис из спектакля «Маленький принц», который был давно-давно еще при Вальховском был сделан. И эта кукла сохранилась до сих пор. К сожалению, спектакля уже нет, а кукла есть. И она вот как раз именно сейчас находится на нашей выставке. А еще у нас есть несколько уникальных спектаклей, которые работаются еще с тех самых пор. Вот тот же самый «Аистенок и пугало», который был сделан в 1984 году. То есть, получается, ему уже 31 год этому спектаклю. И в этом спектакле работают те самые куклы, которые были сделаны именно тогда. Захотелось посмотреть. Заявите. Приходите, приходите. Спасибо. Какие-то подарки, сюрпризы для зрителей готовите в связи с юбилеем? Ну, дело в том, что юбилей-то мы уже отметили. Это было вот 2 октября этого года. Для зрителей мы готовим небольшой сюрприз. Может быть, это даже не сюрприз, а некий конкурс к Новому году. Мы объявили конкурс новогодней игрушки. И каждый ребенок, даже вместе со своими папами и мамами, может сделать игрушку для нашей елки, принести в театр. И мы этой самой игрушкой украсим елку, которая стоит перед нашим театром на улице. То есть, можно будет, даже не заходя в театр, видеть эти самые уникальные игрушки, которые будут принести ребята в наш театр. Какой новогодний спектакль вы готовите? Репетиции наверняка, да, сейчас? Да, сейчас идут репетиции. Спектакль называется «Три волшебные снежинки». Ну, или у него название еще «Три снежинки». Золотая, голубая, серебристая. Это спектакль абсолютно кукольный. В этом спектакле не будет живых актеров вообще. То есть, будут только куклы. И это самое важное для нас, для кукольников. Потому что, вот, когда ребенок приходит в театр, вот, смотрит на то, что происходит на сцене, и он верит тому, что эти куклы живые. Если он не видит актера. Если он видит, что актер водит куклу, ну, значит, ну, видимо, все-таки не очень живая. Хотя, в принципе, совсем маленькие, они вот, когда общаются с куклой, они даже на актера и не смотрят. Они видят актера, который водит эту куклу, который за нее разговаривает, но общаются вот напрямую с куклой, ну, потому что верят в чудо. И это самое главное. А вот тот спектакль, который мы в этом году готовим, он, на самом деле, очень чудесный. Настоящий чудесный. Потому что там актеров нет, есть только куклы. Они все живые, все разговаривают. И все дарят друг другу подарки. И спектакль очень красивый, сказочный и новогодний. Приходите все, и вас приглашаю. Спасибо большое. Дорогие друзья, Александр Владимирович пришел не с пустыми руками. И вот что касается новогоднего спектакля, я так понимаю, что у нас сейчас появится в студии герой этого самого спектакля. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ёжик. Очень приятно. А вас? Меня зовут Даймир. Я вот ведущий программы, в которой вы сейчас находитесь. Она называется «Наше утро». Потрясающе. Вы знаете, я что хотел сказать. Я еще раз хотел пригласить на наш спектакль всех-всех-всех наших зрителей, потому что спектакль уникальный. И я в нем играю. Правда, не главную роль. Ну, одну из второстепенных. Не менее главную. Да. А спектакль про волшебство, про снежинки и про подарки. Спасибо большое. Мы обязательно постараемся прийти. Дорогой Дамир, приходите на наш спектакль. Будем вам очень рады. Я напомню, что у нас в гостях был главный режиссер кукольного театра Александр Борок. Скажите, пожалуйста, несколько слов о связи с зрителем. Дорогие друзья, я хочу сказать одно. Мы все, что делаем, все делаем только для вас, дорогие наши зрители. Поэтому мы всегда, всегда, всегда ждем вас в стенах нашего театра. Приходите в любое время, даже тогда, когда спектаклей у нас нет. Правда? Правда. А мы вернемся в студию через пару минут.